здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа актуальная тема я владимир банчиков сегодняшний нас нас с вами ждет очень тяжелый разговор связанный с трагедией которая произошла с моей страной с нашей страной и с моими людьми с нашими согражданами 22 марта в красногорске в концертном зале крокус сити холл я пригласил сегодня в нашу студию заместителя руководителя администрации главы республики бурятия председателя комитета по межнациональным связям но на этом наверное ограничимся своей должностью с вашей должности михаил александрович извините потому что там очень длинная такая михаил александрович харитонова и также приглашал представитель федеральной миграционной службы россии республики бурятия но они к моему удивлению с большим знаком минус оказались не готовы к нашему сегодняшнему разговору я прошу наверное прощения за их отсутствие здесь сегодня у нас программе михаил саныч давай начнем вот с чего сейчас в государственной думе с этими последними событиями пошли такие интенсивные разговоры об отмене моратория на смертную казнь как вы к этому относитесь как гражданин как человек как чиновник ну уж извините ну во первых здравствуйте до уважаемые телезрители действительно наверно прошло уже несколько дней мы сейчас все прошли от того шока которые испытывали 23 числа когда все это узнали и сейчас наверно приходит какое-то осознание в том числе и масштабов трагедии потому что то что в начале была информация казалось что чуть меньше людей погибло да что это но когда смотришь и уже разрушение смотришь количество погибших понимаешь что это уже конечно было в общем и и факты о подготовке продуманности этого террористического акта ты понимаешь от начинаешь относиться к этому довольно серьезно не то что и к первому впечатлению было несерьезное да просто ты понимаешь что против твоей стороны не случайные фанатики ведут боевые действия конечно и системная работа которая направлена не просто на проведение террористического акта да она преследует гораздо больше системы разных целей и пытается раскачать нашу страну самыми разными способами понимая в том числе и самые разные проблемы и конечно в этой связи когда узнали уже первые поступок стала поступать первая информация о национальности преступников да она в телеграме прозвучала не еще не вполне официально да конечно мы сразу начали с коллегами из правоохранительных органов отрабатывать понятно я понимаю коллег из федеральной миграционной службы что задача борьбы с террористами да они с мигрантами входит конечно в зону ответственности других представителей да и собственно говоря может быть поэтому они воздержались от каких-то комментариев но в сухом остатке да понимая что к сожалению после против нашей страны будут применять самые разные методы и и кто применять и когда применять буду да мы не понимаем потому что против нас работают спецслужбы не только террористических организаций но и спецслужбы определенных стран которые хотели бы видеть нашу страну слабый разобщенной который бы также ненавидели мигрантов наверное как и в соединенных штатах америки с на фоне их вот этого кризиса который уже в общем тоже страну расколол напополам наверное они на себе понимают да и по не надеются что и у нас такой же может произойти вот понятно что наверное москва санкт-петербург московская область это как раз вот эти самые желаемые точки для террористов до самые такие вот ну две стали самые и да где всегда очень большая зона ответственности да и очень большие риски мы считаемся провинции и в этом отношении нам несколько спокойно и спокойнее да вся история показывает что у нас это миновало но это не не дает нам никак поводов для расслабления тем более мы понимаем что у нас на протяжении этих последних двух лет было очень много поводов напрячься и не только потому что здесь у нас мигранты а потому что у нас есть наши воинские части есть наши буряты которые боевые которые абсолютно разных национальностей да которые показывают себя на фронтах и и конечно наверное кому то тоже хотелось бы и здесь посеять и межнациональные розни а может быть просто как-то нам по уже сеют вовсю в телеграммах ну я вот читаю да у меня волосы дыбом стоят вопрос некоторых телеграммеров так называемых блогеров прости господи но кстати я понимаю что у нас сейчас многие зарабатывают на этом очки в том числе банально увеличивая количество себе подписчиков к сожалению это было всегда да и наши блогеры я не веду российские там в том числе и которые проплачиваются из-за рубежа поднимали такие темы на которых условно хайповали и сейчас они тоже продолжают хайповать изображать из себя каких-то экспертов в области миграционной политики вываливать целую кучу проблем и по факту понятно что наверное не их мнение здесь является ключевым а те люди родственные общение а те люди которые этим занимаются на самом деле да я боюсь что их комментарий официальных мы никогда никогда не услышим да увидим может быть в информацию совершенно от других людей до который будет до нас доведена потому что мы все понимаем и все ждем все-таки результатов расследования да мы понимаем что это не просто граждане которым позвонили это граждане которые скорее всего специально готовили это граждане как и зрители которые вы михалом саныч нелюдей ласково называете гражданами но это мое личное ну на самом деле я понимаю что у нас сейчас очень много таких вот негативных высказываний не хотелось бы я именно за него я я я понимаю да но в общем не хотелось бы программу до наполнять какими-то ругательными высказывания чисто из уважения к нашим зрителям потому что на самом деле таких людей у нас сейчас в условиях таких вот кризисных наверное для том числе и мирового какого-то уровня да мы понимаем что очень очень много и можем таких оценки такие рации оценки давать не только террористам до отдельным руководителем отдельных стран поэтому ну согласен да поэтому на самом деле очень сложно в этой части так ну все-таки возвращаемся к тем событиям да понятно что хотели преследовали несколько целей да и вот тот факт который сейчас озвучивают эксперты о том что первоначальная информация о возможных атаках на каких-то объектах для иностранных граждан посольствами доводилась еще до выборов не исключено что этот террористический акт готовили для того чтобы взорвать нашу страну как бы так сказать и том числе негативными эмоциями перед президентскими выборами вряд ли в этом заинтересована была и гилда которая когда-то создавалась соединенными штатами америки напрямую на поэтому мы не понимаем подоплеку да и по помните карлсон выступал и говорил о том что мне спец наши представители спецслужб американских сказали о том что администрация байдена готовит неприятные сюрпризы поэтому пожалуйста не поддавайтесь вот казалось бы странно да но вот сейчас мы уже забыли перед выборами все эти заявления да но вот эта цепочка международных таких событий заставляет нас еще больше сказать подумать о своей безопасности потому что мы понимаем что если наши спецслужбы могли контролировать каналы допустим взаимодействия с украины да или каналы которые связаны с афганистаном или еще с какими-то странами то контролировать каналы скрытых ячеек которые контролируются спецслужбами западных стран которые у нас внутри страны сидят да я об этом хотите да я думаю что он не даже не внутри нашей страны обратите внимание да речь идет о том что это представители другой страны и проконтролировать въезд представителей всех стран здесь будет очень сложно вот но все-таки возвращаясь наверно к работе с мигрантами да мы прекрасно понимаем что каждому мигранту представителя правоохранительных городов не привяжешь но естественно нет если вот вы вначале задали вопрос мы разговаривали о количестве граждан как раз вот проживающих на территории нашей страны даже не граждан представитель национальности которые представляют среднюю азию кавказ на самом деле их у нас не так много допустим у нас есть я говорю опять же республики бурятия если мы возьмем республику бурятия то больше всех граждан российской федерации по национальности узбеки представьте себе 1900 таджиков у нас по национальности до менее тысячи проживает имеющий граждан российское гражданство то что вы говорили о том сейчас все эти блогеры говорят о том что я как бы законодательство нас ничего не предпринималось за последние годы меры в области миграционной политики принимались другое дело что может быть они не были резки потому что мы понимаем что это связано том числе отношения с другими странами да но количество мигрантов трудовых мигрантов которые прибывают республики бурятии за последние годы сократилась наверное это связано в том числе и со специальной военной операции наверное это связано в том числе и с тем что мы теперь все-таки стремимся принимать на работу граждан своей страны да они гоняемся за дешевыми рабочей силой по крайней мере в большинстве своим да а то что касается трудовых мигрантов то и работодатели научились ними работать вот допустим у нас в республике есть два крупных предприятия на которых огромное количество трудовых мигрантов из за рубежа это гук и равнинский и это тугнуйский разъезд разрез это там где людям платят нормальную зарплату это там людям где платят нормальную зарплату и там где на самом деле нужны специалисты мы выезжали в тугнуйский разъезд раз встречались с руководством встречались с нашими мигрантами брали представители наших землячества как раз у нас вы представители где узбекской диаспоры там были разговаривали там очень интересная система там есть специальные люди которые выезжают в узбекистан на те в те города где такое же производство было в советское время и еще там людей квалифицировать требующих квалификацию и и те люди которые сюда приезжают они естественно не мыслят ни о каких террористических актов зачем их интересует заработная плата и и они реально специалисты высокого профиля вот таких мигрантах мы заинтересованы и я думаю что в этом в них заинтересована вся страна потому что ну это в общем никуда не денешь существующей реальности возможно со временем мы и заменим когда ты скажем так на своих специалистов да но опять же это тоже проблема наше общество которую мы благодаря некоторым западным ценностям переняли в 90-е годы да когда отдали всех своих детей куда но юристов финансистов менеджеров там да 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 и которые в общем руками разучились что-то делать вот сейчас в колледже конкурсы поэтому я думаю что в любом случае люди понимают где больше можно заработать да и на самом деле творить руками оказывается интересным я могу это сказать на примере своего сына который там то один станок купит то сварочный аппарат то и какие-то и так далее так далее и я понимаю что это поколение не хочет сидеть только за компьютером и средних очень много ребят которые будут работать квалифицированно работать на на серьезных предприятиях на производстве до другой механизм вот как раз вот этого контроля который сейчас существует раньше выдавалась квота на получение вида на жительство такая квота в принципе была небольшая там 200-300 человек в разные годы и эту квоту выбирали очень быстро буквально в течение месяца кто первый подал если у него никаких нарушений противоречий нет эти люди получали и в общем этим ограничивалось а сейчас существует комиссия которая персонально рассматривает дело каждого подавшего заявление на вид на жительство нашей стране мы тоже вначале думали что в январе месяце в декабре в феврале позаседаем и все мы заседаем до декабря месяца и квоту не выбираем каждое дело рассматривается персонально озвучивается все данные наличие у человека образования наличие у человека каких-то нарушений небольших в том числе если он скорость превысил ли не пристегнулся в машине это тоже все озвучивается наличие детей родственников где он поработал за за эти годы да и и конечно исключение делается только для тех людей которые вот медик там какой-то высококлассный специалист да и вот со стороны нашего комитета мы стараемся поддерживать еще определенную культуру людей которые приехав сюда работая здесь вместе с нашими землячествами работает по поддержке наших ребят на специальной военной операции это не новость мы ее особо не афишируем но так или иначе это уже звучало наши ребята землячества армяне азербайджанцы деньги жертвуют и покупают какие-то приборы какие нужно основные но у нас точно такой же точно также в эту работу вовлечены просто через нашу ассамблею народов россии через дом дружбы у нас такая есть такой общественной коллегиальной еще структурой с которой мы плотно работаем да позапрошлом году проводили марафон после этого начали посещали ездили госпиталя дарили подарки вывозили ребят раненых вот как раз наши представители землячества вместе с организовывали там уплов угощали да вывозили на байкал музеи на какие-то культурные мероприятия ребята те же самые таджики до студент понятно что у них нет больших денег они занимаются колкой дров там под какие-то заборы ремонтируют узбеки тоже сказали что мы не от финансово объемные да но зато мы можем отремонтировать они ремонтируют мебели рим помогают ремонтировать квартиры в отрабокатайском районе целый дом помогли восстановить который сгорел вот как раз у родственницы человек который находится там на сву поэтому но мы же понимаем что если они этим занимаются да они понимают на чьи они старания и этот пример они показывают всему всей остальным землячества всем остальным всему своему остальному землячества если актив значит эти люди не могут занять и не могут взять в крайнем случае нейтральную позицию и нашим руководителем диаспора иногда просто приходится воспитывать проводить разъяснительную работу типа знаете я сюда приехал зарабатывать да они помогать приехал в эту страну будь добр как сказать жить по этим правилам и этой стране помогать в том числе такое непростое время мы сейчас говорим хороших людей безусловно плохих точнее да там единицы среди тысяч сотен тысяч единицы ну как все-таки определить с какой целью человек приехал вот вы перечислили несколько критериев да это семья да это образование это знание русского языка но тем не менее у нас и свезде раздувается и не только в крупных городах данных городах помельче говорится о том что они образуют такие узкие группировки диаспоры на зачастую с просто уголовный какой-то криминальной направленности это распространение наркотиков да это торговля оружием еще что-то еще что-то нас это слава богу здесь не касается это вопрос ну понятно что у нас правоохранительных органов работают да если такие факты были они были бы так или иначе озвучены рассмотрены те преступления которые существуют в среде мигрантов трудовых это чаще всего какая-то административная ответственность за связанные с миграционным законодательством сроки какие-то прошли не вовремя перешли там границу туда-сюда там есть свои правила да а если мы возьмем статистику по общим преступлениям то в целом она ниже чем по в целом просто по республике то есть мы можем сказать что если брать среднестатистического гражданина то они более законопослушным я вот михаил санч понимаю да серьезные предприятия типа гога которые вы озвучивали там тугнуйского угольного разреза они получают квоту на как грубо звучит но на ввоз на приглашение рабочей силы из-за из-за рубежа остальные как попадают те люди которые вот не работают там всем на серьезных предприятиях а просто въезжает нашу страну кто за них отвечает я не имею ввиду правоохранительные органы это понятное правоохранительные органы отвечает вообще за всех кто здесь живет на этой территории правильно в том числе и нас и буригенов а непосредственно за приехавших нам граждан других стран нам сказать что кто-то прямо за них отвечают нельзя потому что кто и и я же нет я как они приезжают по каким документам вот ну наверное так можно вопрос по мне понятно мы сейчас говорим о определенной категории из этого всего потока до который приезжает для здесь чтобы найти работу здесь да здесь они для этого получают патент то есть они становятся регистрацию плачут определенную сумму для этого до проходят там опять же там чуть ли не мед осмотр до полностью и только после этого у них появляется бумажка согласно которой они могут работать устроиться и вот как раз у нас появляются такие бригады которые начинают там ремонтировать дома участвовать там дорожном строительстве какие-то и так далее так далее то есть таких у нас на самом деле тоже довольно много вот но и ну сказать что за ними осуществляется какой-то контроль со стороны работодателя я бы здесь не взялся потому что понятно что чаще всего это какой-нибудь один и п 23 человека коллектив и контролировать там 10 человек это очень сложно вот но и но они же все равно я имею ввиду те кто приглашал или нанимал этих людей на работу они какую-то должны ответственность нести или нет еще раз если человек получил патент он потом сам ищет себе работу то есть если человека пригласили работодатель решает все эти вопросы вплоть до медицинской страховки все это организации да если при человек приезжает сам здесь находить работу мы понимаем же что если там человек дворником работает вот ту же самую московская история да там нет работодателя который там получает квоту и так далее он просто нанимает людей которые приехали здесь находятся эта проблема на самом деле существует я боюсь что как раз здесь проблема то не в том где человек работает и кто его контролирует да в том что эти люди чаще всего не возьмутся за не за автомат не за бомбу и конечно речь идет о том что под любым видом сюда может приехать человек который возьмется специально подготовлен специально заряжен да у него есть установки да как ему здесь действовать и ему помогают вполне в том числе возможно и какие-то люди которые не очень любят руководство страны или вообще нашу страну да еще какие-то для них но зато очень любят деньги очень с этого наверно в первую очередь поэтому самого начала разговора если возвращаясь мы понимаем что мы имеем мы имели дело не с трудовыми мигрантами которые решили подзаработать мы имели дело с людьми которых готовили которые наверняка сейчас лукавят говоря о том что они получили там незначительные суммы возможно тысяч возможно их проинструктировали там да и так далее возможно еще раз вот когда правоохранитель все это озвучит я думаю многие вещи встанут на свои места вот но если человек подметает или торгует на рынке скорее всего это не террорист а вот террорист это тот человек который делает вид что он и вот тут правильно правоохранительные органы должны лишить эту проблему вот и наверное очень важно сейчас понять что в миграционном миграционной системе да у нас как раз такая система которая вот как в которой не породила вот этих террористов а их вынуждены были сюда присылать заранее подготовленными они здесь делали вид что они здесь как бы изображает трудовых мигрантов да а сами на самом деле ходили туда на концерты да изучали там диспозицию прорабатывали как это нужно как нужно с каких точек нужно поджигать что нужно с собой взять где нужно спрятать там боеприпасы и все остальное да то сейчас понятно что это никакой не простой дворник которому сказали 250 тысяч иди пострелять вот и вот это на самом деле пугает потому что возможно сейчас можно провести рейды проверить у всех документы еще раз провести разъяснительную работу в том числе в наших там диаспорах еще раз со всеми переговорить может быть выявить тех которые действительно имеют какую-то склонность к нарушению законодательства там или имеют какие-то связи с какими-то вот этим говорят про проповедниками и так далее да вот а вот тех которые специально подготовлены вот это самая сложная категория эта зона ответственность специальных служб специальных служб вот поэтому я думаю что любом случае работа в этом направлении в стране никогда не будет прекращена независимо от того какая будет международная все обстановка да потому что реальность такая что нашу страну так или иначе есть силы которые хотели бы чтобы она ослабла имела внутренние конфликты и имела недовольство как ну это не дождутся это точно тут даже и и речи быть не может у меня лично никаких сомнений так же как у вас так же как у большинства наших людей в этом смысле нет но мне бы хотелось вот в конце программы да к сожалению время уже подошло к концу и холл санч как нам с вами нам я имею ввиду средства массовой информации нормальные адекватные средства массовой информации вы как представитель государства именно работающие с в том числе и с приезжими к нам представителями иностранных государств как нам наших людей не доводить до истерики объяснить то что вот эти люди которые у нас здесь живут и с нами рядом живут и работают да они нифига нам не враги извините за такую грубость они такие же люди как и мы если среди них попадаются там какие-то отморозки то вот но это нас не коснется ну или как-то вот так но я потому что сейчас поднимается волна именно шаминизма расизма это даже сказал вот эту волну на сбивать и как можно быстрее пока это не вылилось в какую-нибудь там ну мы с вами помним да вот как случилось там с киргизским землячеством несколько лет назад когда вы вынуждены сами были там все эти страсти успокаивать время это была мелочь я ведь с тем что я на самом деле уверен что у нас наши граждане они как раз очень многие вещи абсолютно правильно понимают и последние два года нас очень многому научили ведь то что сейчас происходит на украине да это наши братья да и кто бы казалось и по вере и и по другим и по истории по традициям и по многим вещам поэтому называется что все сейчас в оценках и действиях стали очень взвешены прекрасно понимают ответственность за свои действия за свои поступки и я надеюсь что вот это вот здравомыслие характерная для нашего общества да как показала том числе вот эти последние дни которые не вырвалась ни в какие там погромы и так далее убийство или еще что-то я думаю что это здравомыслие она нас всех спасет мы сейчас рассудительны мы взвешиваем факты но все очень много анализируем различного материала на какие-то простые провокации наверное уже не поддадимся как это легко удавалось может быть в конце 90-х начале двухтысячных поэтому я думаю что нашел общее общество наше здорово и бюду провокаторы к сожалению существуют и среди нас вот здесь я понимаю прекрасно но еще раз говорю у нас провокации право по отношению к республике бурятия например да количество информационных бросов и право различных провокаций которые предпринимались за последние два года измеряется тысячи но ни одна реакция не прошла еще раз говорю потому что люди умеют взвешивать факты люди умеют рассуждать люди умеют делать правильный вывод правильно сказал тут один человек если ты не можешь в автомат руках держать и дехать а бы галочку поставь да по поводу да это по поводу вы бы хотя бы выразить свою гражданскую позицию поэтому еще раз говорю я думаю что у наше общество сумеет разобраться во многих моментах будет здравомыслящим и в конце концов мы пройдем этот сложный период и те кто несет ответственность за этот террористический акт и не только те кто исполнители но и заказчики в первую очередь получит по заслугу спасибо большое михаил санча надеюсь что мы все вот как вы говорите и правильно говорите мы всем обществом здравомыслящим трезвым цельным единым обществом не допустим больше такого я надеюсь на это чтобы чтобы такое случилось с нашей страной нашими людьми по крайней мере мы с своей стороны будем к этому прилагать все усилия спасибо еще раз уважаемые телезрители напомню что гостем программы актуальная тема на а т.в. был заместитель руководителя администрации главы республики бурятия михаил александрович харитонов я владимир банщиков прощаюсь с вами всем самого доброго увидимся